Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А антикварные преобразуются по сопряжённому представлению Поэтому у них цвета в этом смысле, ну как, можно назвать их, ну как, цвета у них другие цвета, да, чем у кварта Они преобразуются по другому представлению, по сопряжённому Поскольку они преобразуются по сопряжённому представлению, можно назвать их антикрасным, я не знаю, как хотите, но это сопряжённое представление Понимаете, сопряжённое представление, это понятие чётко определённое, да? А что такое антикрасный? Ну это что-то такое, понимаете, красный? Это некая условность совершенно, такое название для публики, да? Ну я согласен, просто в межоне называют кварт В межоне кварт и антикварт Ну да, в межоне кварт и антикварт Значит, есть комбинация двух цветов, которые даёт без цвета Да, конечно, да, конечно Это комбинация Какая комбинация? Такая, мы берём Красный-антикрасный плюс Это же такая комбинация Для того, чтобы Как строится Присоединённая Вернее, вот у нас есть кварт и антикварт Да? Ну, значит Это Если система кварт и антикварт То Эта система кварт преобразуется по представлению 3 А антикварт по 3 Да? По 3 Со звездой или 3 с чертой Что такое? Теперь Сколько Какие состояния могут быть в этом В этой системе Какие состояния Мы знаем, что это есть 8 плюс 1 Восьмёрка Это Такая Вы понимаете Если мы будем говорить на языке Спиноров Спиноров Не двухмерных спиноров А трёхмерных Суперспиноров То это Волновая функция Это Пси альфа бета Пси альфа бета Пси альфа бета Это Индекс кварковый Это Индекс антикварковый Пси альфа бета Здесь Понятно, что эта волновая функция имеет Этот Супер Тенсор Он имеет 9 Независимых компонентов Да? Восемь компонентов Содержится В этом представлении И одно В этом В этом представлении Что это такое? Это То есть Мы можем Разбить Пси альфа бета Это Какое-то Пси Я так Пси альфа бета Минус Одна треть Дельта альфа бета Дельта альфа бета На Пси Гамма Гамма И Плюс Одна треть Дельта альфа бета На Пси Гамма Это Любой Тенсор Мы можем так написать Этот тенсор Бесследный Этот тенсор Бесследный И он преобразуется Вот по этому Представлению А этот тенсор Этот тенсор Он Инвариант Относительно Преобразований Группы Да? Потому что Дельта альфа бета Инвариант Это Бесследное Состояние Так вот По цвету По цвету По цвету По цвету Внизоны Преобразуется Именно По вот этому Представлению По бесцветному Представлению Другое Другое Дело Что у них есть еще Флейверные Представления Но это И они Представления Они являются Октетом По флейверу Входят Образуют Октет По представлению Флейверные Группы Но это Другая Группа А в смысле Цвета Это Бесцветное Состояние Да Ну Ладно Что же мы На чем Мы остановились В прошлый раз На Асимптотической Свободе Да? Насколько я понимаю Мы ввели Перенормированный Заряд То есть Договорились Что для того Чтобы Проводить Перенормировку Надо сначала Сделать Регуляризацию Чтобы теория Властности Регуляризация Которая Используется В Клантовой Хромодинамике Это Ну Почти исключительно Регуляризация Это Регуляризация по размерности Да Регуляризация по размерности Она Очень удобная Потому что сохраняет Все Симметрии Теории И Калибровочная Регуляризация В частности Калибровочная Регуляризация Важна Для для перенормированности теории поэтому желательно, значит, ее поддерживать в регуляризованной теории ну вот, используется размерность регуляризация это означает, что у нас размеры пространства d√4-а-эксилон расходимости теории, поскольку они все логарифические они проявляются как полюса по рэксилон как полюса по рэксилон ну, обычным образом мы вводим константы примерно для функций гриллы для вершинных функций все, в общем-то не все, как я сказал почти все расходящиеся диаграммы те же самые, что диаграммы в квантовой электродинамике но есть еще дополнительная расходимость связанная с тем, что есть вершины четырех плеонов там есть дополнительная расходимость но она тоже логарифмическая в общем-то все вводят константы перенормировки записываются можно написать в адреншал уже в терминах нередормированного заряда нередормированной массы и этих констант перенормировки и потом так, чтобы вести разложение уже не по голому заряду не по голой массе не используя ни голую зарядку ни голую массу а вести разложение уже по перенормированному заряду перенормированной массе и логранжан значит он просто обычный логранжан в квантовой хромодинамике в терминах уже перенормированных вольней и заряда и массы плюс кванты шлены кванты шлены прибираются так чтобы устранять в каждом порядке распущения устранять расходимость ну вы понимаете что устранять расходимость это можно можно устранить расходимость скажем единицы либо вычитать вычитаем либо сокращая с помощью кванты шленов только плюсные члены либо плюсные члены плюс какие-то константы когда сокращается только с помощью кванты шленов сокращается ну можно говорить с помощью контр-членов сокращается а можно говорить просто забыли про контр-члены сказали просто отбрасываем когда проводим разложение по уже перенормированному заряду перенормированной массе отбрасываем просто вот такого типа расходящихся членов такого типа расходящихся членов отбрасываем то это перенормировка называется ms минимум с абстракцией минимального читания если члены единственным минус минус сейчас соображу единственным минус гамма е плюс логарицы 4b так знак неумеенности так ну тогда это ms-баг модифицированная схема вычитание называется почему она более удобна мы обсуждали потому что вот у нас когда вычисляем интегралы на примере одной петли мы смотрели вот возникает как раз единица она рядом с этими алгоритмами и константа егера все время стоит поэтому удобно отбрасывать все эти члены вот это ms-баг схема она обычно используется в планковой формогенадике большинство вычислений делается в этой схеме в этой схеме значит понятно что голый заряд и перенормированный голый заряд перенормированный заряд конечно удобно брать безразмерно а голый заряд он имеет размерность потому что мы вот в этом пространстве д не равное 4 работали и связь между голым зарядом и перенормированным пишется таким образом что ж 0 вот этот голый заряд это есть μ степень ε правильно ну правильно наверное на з я напишу ж это вот константа перенормированный заряд которая может по-разному выражаться через константу это константа перенормированный заряд в электронике она выражалась каким образом это просто было z2 в 1 2 вернее z2 на z3 в 1 2 на z1 минус 1 в электронике было z2 в 1 2 на z2 на z1 минус 1 где вот это была переномировка в миллионном поле это фотонного поля или фотонные функции грина это фермерные функции грина а это переномировка вершины причем z2 было равное z1 минус 1 они сокращались вся переномировка сидела здесь ну в круглодинамике ситуация конечно скажем сложнее или богаче 0 потому что у нас есть много вершин а здесь у нас есть много вершин есть вершины простые все вершины на в Духовая есть, наконец, такая вершина, и можно заряд выражать через любую из этих вершин, и тогда вы можете получить четыре выражения для связи кернаргированного заряда с Богом через константы перенодровки соответствующих вершин и полей соответствующих. И эти все выражения должны совпадать, и она обеспечивается приборовочной вариантностью. Обеспечивается приборовочной вариантностью. Вот связь. То, что констант А здесь же под минус. Вот перенодровки заряд. Я говорю, выражение для вот этой константы перенодровки, можно написать несколько перенодровок. Выражения мы их писали из того, что это должна быть одна и та же константа перенодровки. Зарядка у нас перенодровки должен одинаково перенодроваться. Хоть так, но его выражать через любые решения мы можем его выражать. Ну вот, это ведет к неким точностям, которые являются частными случаями. Точность флавного теймора. Это тоже с флавного теймора, но Тейлора являются аналогами творческих уордов клантовой электродинамики. Ну вот, это такие общие слова. А дальше, значит, вот мы должны понять, как же вот мюм, это вот мюм. Это масштаб перенодровки. Величина мюм, которая вводится, здесь называется масштабом перенодровки, она в каком-то смысле аналогична. Хотя аналогия, наверное, не полная. Ну вот, раньше мы говорили как? В электродинами. Вот у нас константы Z2 и Z1 сократились. Все зависит только от константы Z3 перенормировки фотонного поля. Берем перенормировку фотонного поля. Это означает, ну, грубо говоря, что означает, как мы определяем константы перенормировки. Мы говорим, вот есть пропагатор полный, да? Скажем, что пусть у нас константный, пусть полный пропагатор обзорует его, ну, там, D пропагатор, который зависит от K. Вот неперенормированный пропагатор. Он зависит только от импульса, да? И мы скажем, ну, правда, зависит только от импульса. Это... Ну, ладно. Пока... Хотя, конечно, это... Когда я говорю, зависит только от импульса, это не совсем правильно, потому что... На самом деле, ну, каким-то образом, да мы вводим еще масштаб. Но если наивно говорить, то мы... Вычислить все равно же мы не можем этот... Не вводя какого-то масштаба, потому что... У нас расходилось. Мы должны теорию регуляризовать. Как ее регуляризовать? Простейший способ. Вот где-то обрезали на ветчине лямок дани. Все интегралы обрезали на какой-то большой... На каком-то большом импульсе. Бери импульсом обрезания. То есть, бери какую-то, все-таки, разменную величину, да? Я пока ее не пишу, говорю... Ладно, ну, ладно, напишу. Ка и Янга. Так вот, мы говорим, что это есть... Какое-то z, z константа, ну, z3, от лямбда и ню. И она, d, уже перенодирована, от ка, да? Ну, я от ню тоже, что... Это же естественная зависимость. Мы берем... Здесь это импульс обрезания. А здесь... А это... Это импульс перенормирования. Импульс, на котором мы делаем перенормирование. И, грубо говоря, мы можем так определить вот процедуру перенормирования. Значит, лямка вводится для регуляризации. Здесь это, значит, атрибут регуляризации. А вот мю, это уже вводится точкой перенормировки. Говорим... Сделаем перенормировку так, чтобы вот эта вот... Вот эта вот функция в точке k квадрат равна мю квадрата совпадала с Борновской. Все. И имела поправку. Так определяем перенормировку. Так определяем перенормировку. Ну, и вот мю вводится... Мю определяем как точку перенормировки. Точку перенормировки, да? Можно тогда... Как сказать? То вычитание... Опять же перенормировку можно так свести к вычитанию. Вычитание в полификационном операторе. Вот вычитание тогда... Если таким образом делаем перенормировку, то вычитание делается таким образом, чтобы полификационный оператор в точке k квадрат равна мю квадрату обращаться в ноль. Вот это вот требование такое на полификационный оператор. Ну, если полификационный оператор обратился в ноль в этой точке, то это значит, что функция Грина, она станет бортус. Да? Потому что функция Грина это что такое? Это если... Ну, нет, слили на k квадрат минус b полификационный оператор от k. Первое вычитание делается так, чтобы полификационный оператор в точке k квадрат равна мю квадрату обращался к ноль, то тогда это значит... у нас функция Грина, она совпадает... Вот перенормированная функция Грина совпадает в горно скрыль. Все поправку мы загнали в этой точке, вот в эту вот константу перенормировки. Вот так. Значит... Ну, в этом смысле... Этого тоже называется... вот эта мю... Она тоже называется... часто называется точкой перенормировки. Вот это... или масштаб перенормировки. Вот это мю... масштаб перенормировки. Но, в смысле, все-таки, несколько другой это, чем... Чем... понимаете... Перенормировку мы делаем по-другому. Не так, как в электроднамике, скажем, когда мы вычитание проводили... Мы проводили таким образом, чтобы все поправки загнать в константу перенормировки. Здесь же не так. Здесь мы вычитание проводим только отбрасывая вот такого типа членов. Но, тем не менее, это смысл... Как-то аналогичный... Аналогичный смысл вот этой... Раньше была точка перенормировки, а это масштаб перенормировки. Вообще-то говоря, это... Ну, не полная аналогия. Но, тем не менее, это... Какая-то аналогия есть. И раньше написали уравнение лилонг-группы относительно вот этого лилонг-группы, который был точкой перенормировки. Сейчас пишется уравнение относительно этого лилонг-группы, которое называется масштаб перенормировки. И уравнение, конечно, имеет тот же самый смысл... Тот же самый вид, вернее... Что так можно говорить? Вот, напишем наоборот здесь... И напишем... Ж-мю... Мю-минус-мю... На... Ж-ж... Минус первое... И... Причем... Ясно, что если мы это вот... З-ж... Будем выражать уже через... Не через Ж-0, а через... Через Ж... Через Ж... То... Это будет в ряд просто... Вот... З-ж... З-ж... Это безразмерная вещь, да? И она будет переведиться плюс сумма какая-то... З-ж... В-н-ной... И видно, Эпсилон... В-н-ной... И оно равно... От единицы бесконечности... А вот само это... Здесь я... Это зависит только... Это уже... Некий ряд по константке связи... Который... От епсилона не зависит... Все зависит от епсилона яс... Загнал сюда... Это у меня ряд по епсилон... Ясно, что... Расходимости начинается с епсилона... С n равно 1... Но вообще... В высших петлях... Расходимости растут... Естественно, до бесконечности... Ну вот... З-ж имеет такой вид... Где вот это вот... Ну я не знаю... Можно написать так... С n-ной... g... Это есть... Сумма... По-к... От n до бесконечности... А здесь стоит... g в квадрате... Степень... Степень... К... На... С... К... Вот так... Где... Ну... Скажем так... Расходимость... Вот... Эпсилон в первой степени... Появляется в одной петне... Поэтому здесь... Ряд начинается с... Н равно 1... С... Ж в квадрате... Ряд начинается... А... Эпсилон в степени n... Появляется только... Степень расходимости... Она растет... На единицу... При их увеличении числа петель... И поэтому... Вот имеется такое соотношение... Но... Здесь... Особую роль... Играет... Константа... Вот эта... Константа... З1... 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 Играет особую роль... То есть... Расходимость... Которая... 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 Эпсилон в первой степени... В знаменателе... Это... Вот... Очень интересно... Я уже писал... Что... Мы можем написать так... Что... Что... Ясно... Что... Что... Если мы фиксируем же 0... То... Что... 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 Мы можем написать... Д... Так... Логарифм... Ж... От... Ню... По... Д... Д... Ню... Это есть... Вета... От... Ж... От... Ню... Вета-функция... Вет-функция... Вет-функция какая-то... Ж... Опять же... Это... Безразменная... Ветчина... И... Значит... Можем написать... Для нее... Разложение... Как обычно пишется... В таком виде... М равно... Еднице... С... Время... В величиной в diseществах... Бета... Н- 1... Это коэффициент... Один двант. Делить на шестнадцатьи в квадрате... Вейм... Н двух всех делах. И... Наиболее важным... Появление... ''бета-nol''. И оказывается... Что... Это я уже говорил. Магганом равно 11 третий НС минус где-то третий ТД. Значит, в электродинамике был только вот этот член, брат, с коэффициентом 4 третий. Как мы обсуждали? Помните, мы это обсуждали? Там были все логарифмы? Д логарифм Ж. А! Да. Д логарифм Ж. Да. Д логарифм Ж. Вот Д. Прошлый раз. У нас было просто ТЖ, когда логарифм. Так. Сейчас соображу. Д логарифм. Д логарифм. Как же это будет? Значит. 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 В Ж Сдели Так В конце прыгнул Так Ладно, вот здесь посмотрим Ж Логарифм Д логарифм Так, а давайте мы видим Зачем Все равно нам надо Назобраться А что такое у нас бета-адж Как вычислять ее? Как вычислять это бета-адж? Я хочу напомнить, что раньше вычислялось Значит Когда мы говорили Скажем, падение обрезания На верхнем пределе Ну и таким образом вычисляли эту бета-адж Мы говорили так, что Ж Как мы определяли В квантовой электризнамике Константу связи Мы говорили, что Ж квадрат равно Ж квадрат под Мю квадрат Это и есть Ну и это З З Ж тоже Мю квадрат Мю квадрат Мю квадрат Мю квадрат И на Ж Ж Мю квадрат Да? Ну и как Мы говорили Вот У нас Теперь Посмотрим на величину На Зависим Откуда вы Ж0 У нас Мю квадрат Мю квадрат Значит, вся зависимость сидит здесь. И мы говорили д логарифм ж в квадрате. Берем логарифм и дифференцируем. И получим д логарифм ж в квадрате по д логарифм бю в квадрате. Это есть минус д логарифм з ж по квадрату бю в квадрате по д логарифм бю в квадрате. И говорили дальше, а вот эта вот у нас функция, она безразменная, это константа перенажировки, она безразменная, она зависит только от отношения λ к μ. Поэтому будем написать плюс и логарифь λ. Вот способ перенажировки, не способ перенажировки, а способ вычисления вот этой функции, д логарифь λ по д логарифь λ, вот этой функции β δg. Какой способ? Итак, вычисляем эту константу перенажировки, она зависит у нас от обрезания, дифференцируем по логарифку обрезания и получаем вот некую функцию, которую я называю β δ. А как здесь вычисляется? Так, теперь ж в квадрате. Ну и что же мы видим здесь? Уже здесь мы видим, да? Ну здесь логарифм... Что же мы видим? Здесь разложение ведется. Почему? Ясно по ж в квадрате ведется разложение, да? Поэтому эта формула правильная. Да? То есть, эта формула правильная. Да. А раньше что я писал? Это было ДЖ. ДЖ? Да. Но раньше было неправильно. Эта формула правильная. Но ясно, что сейчас мы не можем, этой формулой не можем пользоваться, да? Потому что у нас вообще другой способ регуляризации. Другой способ регуляризации. И с помощью обрезания. А как же тогда вычислять нам вот эту вот... Еще раз повторяю, что в регулировке это, значит, можно было вот так еще... Опять же, тоже, правда, надо было... Не так просто это было. Все равно надо же было поддерживать калибровочную варианту. А ясно, что обрезание на верхней пределе интегралов, оно нарушает эту калибровочную варианту. Ну, тем не менее, вот этот способ и использовался, и практически использовался. Способ... Ну, с какими-то ухищрениями, но использовался. Кромодинамики это... Ну, это совсем тяжело. Потому что... Ну, это гораздо сложнее. И такой... Такой способ вот регуляризации, он не используется практически. Не используется. А используется вот способ регуляризации по разметности. И как-то надо научиться по-другому вычислять вот эту вот бета-ж. Да? Функцию. Бета-функцию. По-другому надо научиться усеять. А как по-другому оказывается, вот тут есть такой очень... Очень интересный такой трюк для вычисления бета-ж. Вот давайте возьмем... Вот у нас ж, да? И давайте его пронифицируем просто. Ясно, что ж 0 у нас ни от какого... Ю не зависит. А вот эта вот константа, да? Вот эта константа. Она же так пишется. Так. А это же... это функция ню. Поэтому... тоже здесь мы напишем. Бета-тан-ж. Бета-тан-ж. Так написано. Д-логарифм. Ж от ню. По-д-логарифму. Д-логарифм. Ню. Равно. Минус-эпсилл. Да? Берем логарифм недифференцированный. По ню получаем... По логарифму ню минус-эпсилл. А член у него в степени минус-эпсилл. Да? И плюс... Что такое? Плюс что такое? Плюс... А... Минус... Минус... Д-логарифм. З-ж. По... Д-логарифм. Ж. Ну ладно. По д-ж. А здесь напишем. Д-ж. Обмен. По... Ладно. Логарифм напишем. По д-ж. Ладно. Д-ж от ню. Д-логарифм. Логарифм. Ж от ню. По д-логарифм ню. И что еще надо? Надо умножить сюда. На ж. Да? На ж. Ну да. На ж. Потому что... Д-логарифм. Это будет... Д единица на ж. Сокращается. Это же... Иногда я пишу. Ж от ню. А иногда... Не пишу. Здесь. Д-ж от ню. Ну, можно и написать. Потому что это вот... Здесь я вот не пишу, например. Но ясно, что это G от ню. Это перенормированный заряд, который зависит от русской перенормировки. От масштабы перенормировки. Вот так. И тогда, что же мы получим? Значит, мы получим, что D-логарифм G от ню. По д-логарифм ню. So. V равно минус Х — минус Х — деленное на делеги辞umbs. Плюс g. Я напишу здесь. Дел на shaping G. Дел на Я хочу подставить вот сюда ZG, вот он ZG, подставим И что сделать? Я хочу получить разложение вот этой функции B в ряд по G Ну я должен, значит, подставить и разложить в ряд по G И что же у меня получится? Значит, у меня получится следующее Равно минус Y плюс Что? Там же не два логарифта Там D логарифта D логарифта D логарифта D логарифта Минус Y плюс Правильно? Правильно? Плюс, плюс Минус Y Минус Минус стоит, да? Минус Плюс Плюс Пардон Плюс Плюс G G Z1 ZG1 По D ж И плюс Плюс Зален Нал Si Плюс Большой ряд По НО У меня будет входить Вот когда я вычисляю производство от этого логарифма Что у меня получается? У меня получается ряд. Значит, так я напишу. Производ на ZG здесь, да? А здесь стоит DZG уже. По DZG, да? А вот здесь у меня стоит DZG, я напишу здесь сумма по NZG в N, делить на кэпсилу в N, да? И здесь тоже я напишу не DZG плюс вот такая сумма. И что же я вижу? Здесь вот есть члены, знаменатель. Есть члены, которые, опять же, это знаменатель, я пишу как сумму по G в N. И в этой сумме есть члены, которые содержат единицы в первой степени и единицы в более высоких степенях. Единицы на епсилах в более высоких степенях, у них содержатся, естественно, заряды в более высоких степенях. И когда я его слагаю по заряду, то у меня получается, что вот есть член, вот этот член, в котором единица на епсилах сократилась вот этим епсилах, да? И получился знак плюс. И плюс еще какие-то члены. Еще какие-то, вообще-то говоря, формально, у меня есть какие-то другие члены, да? Но эти другие члены, они имеют расходимость в более высокую. Этот, вот первый член, вот этот член. У меня только единицы в целом знаменателе. А следующий, другие члены, они имеют большую степень в целом знаменателе. И когда я буду разлагать, то они будут у меня содержать, в расложении будут единицы в целом знаменателе. И этих членов не должно быть. Почему не должно быть? Потому что у меня теория перенармируема, и, значит, эта вот левая часть у меня конечна. Левая часть конечна, значит, при целом знаменателе на 60 к нулю. Поэтому все члены, на самом деле, должны, члены высших, вот здесь, в этом положении, если я разложу все по степеням заряда, то члены со степенями высокими, степенями в целом знаменателе, они должны вылетать, должны сокращаться между собой, вследствие перенармируемости. Должно оставаться в пределе при взаимостреляющем центрулю. Должно оставаться только вот это выражение, и, опять же, при взаимостреляющем центрулю это я могу выносить. И, бета-ж, вот, рецепт причисления бета-ж, что такое бета-ж, которое я там написал, это есть просто дз1, ж, о, дж, дж. Вот что такое бета-ж. Это способ вычисления бета-ж. То есть для того, чтобы вычислить бета-ж, достаточно знать в этом разложении только члены полюсные. Члены имеющие полюс первого порядка по ипсово. Только члены полюсные первого порядка по ипсово. Это рецепт причисления бета-функции, значит, в случае, когда мы перенармируем, вернее, регулизации делаем по размерности. Вот в размер с такой способ впечатления бета-функции. И, значит, ну, конечно, это еще не все. Здесь мы еще имеем свободу. Конечно, это уже какой-то большой шаг. Вот перенармируемость обеспечила нам то, что бета-ж определяется только членами, имеющими полюс первого порядка вот в этой отставке перенармировки. Но эту отставку перенармируемость еще может вычислить по-разному. Значит, как я уже говорил, вы можете вычислить ее, используя ее разные вершины. Ну, проще всего, чаще всего, используется для вычисления бета-функции вершина блеон-дух-дух. Такая вершина. И в настоящее время, вот я написал бета-ноль, но в настоящее время известны уже в четырех петях. Известны бета-один, бета-два и бета-три. В четырех петях известны вот эти вот бета-коэффициенты дата-функции. Как я уже говорил, наиболее важный, конечно, это вот первый коэффициент. Я не буду выписывать все другие коэффициенты, я говорю, что они известны. Ну, и как же используется, ну, скажем, с двух петель используется довольно часто выражение для бета-функции, то есть бета-два и бета-два используется. Ну, для нас это не принципиально, мы не будем ее использовать, я поэтому не буду выписывать. Вот что я хочу сказать. Что наиболее важное, я повторяю, это то, что вот коэффициент положительный. Положительный коэффициент означает, что константа связи, или текущая, я говорю, это константа связи, вот это вот G1 называют текущей константой связи, потому что она зависит от точки, от масштаба переномбировки. А масштаб переномбировки, как я уже говорил, он, естественно, использовать масштаб переномбировки тот, который близок к масштабу характерных импульсов в процессе. Потому что, если мы будем использовать какой-то масштаб переномбировки отличный, то если у нас характерные импульсы у в квадрате, а используем ее отличный от у в квадрате, то у нас получается логарифм у квадрата не в квадрате. Должны быть. И для того, чтобы, нежели эти логарифм у квадрат сильно отличаются от квадрата и функционировать, то из физических соображений совершенно естественно, нужно выбирать масштаб переномбировки, близкий к характерным масштабам импульсов в процессе. Вот так. Ну и как же, нам нужно знать, очень важно, как ведет себя G в зависимости от масштабы переномбировки. И как же, что же мы получаем? Понятно, что это уравнение мы можем сразу решить, проинтегрировать. Получаем логарифм в ноль. Ну, если у нас есть какой-то, если два масштаба переномбировки, и мы вот как можем из этого уравнение получить, как связаны константы на этих масштабах. Поэтому, естественно, мы отсюда получаем в одной петле логарифм в ноль. Что мы получаем? Что мы получаем? Равно минус, что мы получаем? Что мы получаем? Вот D, G, делить на G. Вы говорите G, да? А здесь коррект, ну или ладно? А здесь V становится на G в квадрате на 16Q в квадрате, да? И интеграл берется от G от μ. Мы интеграл здесь берем от μ0 до μ, от G от 0 до G от μ. Ну и всё. И здесь этот интеграл мы вычисляем. И что же мы получаем? Получаем минус... Так. Что же мы как бы лучше это написали? Давайте вот что сделаем. D, логарифм G к... Логарифм... Да. Ну, по-другому напишем, да? Вот так вот напишем. Идем аж от μ квадрата, да? Который есть. Ж квадрат, аж от 0, делить на 4К, как обычно. Альфа и С. Сильная константа связать, да? Ж квадрат на 4К. И тогда это уравнение перетишем как... Ну ясно, что D логарифм G, это перетишется как... D логарифм альфа С от μ квадрата по D логарифм с μ квадрата. Равно минус... Один костер сократим. Б это 0. Альфа С от μ квадрата. И здесь на 4К. Вот так вот напишем, да? Вот так его перетишем. Это уравнение. И тогда, значит, интеграл будет такой... D логарифм... Да, D логарифм U в квадрате на μ квадрате. D логарифм U в квадрате на μ квадрате. У меня интеграл стоит. И тогда я хочу интеграл α1 в квадрате до α1 в квадрате, α1 в квадрате, α1 в квадрате, α1 в квадрате, а здесь стоит dx делить на dx, а здесь стоит 4π. А здесь на x в квадрате, правильно? Вот так вот, так будет. Правильно я описал? Проверите, проверите. Ну и что получим? Интеграл у нас будет равен α2 в квадрате. Мы получим, что за х2 в квадрате это единица на х, то это минус альфа от 0 в квадрате. α1 делить на α1 в квадрате, минус 1 делить на α1 в квадрате, αs, αs в квадрате, αs есть тоже, чтобы уж не путать с обычной α. Это есть β0 делить на 4π, а здесь в квадрате в квадрате на минусе квадрате. 4π и, а? β0 до 4π. Что вам не нравится? 4π не нравится. А? Что вам не нравится? 4π. Ну почему не нравится? Здесь было 4b, а здесь 64 в квадрате. Поэтому бирта 0 на 4b, конечно, войдет. Конечно, бирта 0 на 4b. Ну и, конечно, мы получим отсюда альфа-с от плюс в квадрате равняется альфа-с от 0 в квадрате делить на 1 плюс альфа-с от 0 в квадрате делить на 4b в это 0. А здесь мы дарим nu в квадрате делить на 0 в квадрате. О! Да? Правильно? Так. Ну правильно. Да. Да. Вот это получается. Такой ответ. Вы можете получить, если рассмотреть все диаграммы 1 по квадрате. А как он получается? Конечно, бирта 0 получается, когда мы рассматриваем диаграммы, а за пикливые диаграммы. Я сейчас говорил, что вот как он получается бета, да? Бета. Это у нас бета от g. Держи, я не писал. Писал, что я бета от g. Бета от g. Это есть g, d, z, g, 1, o, d, g. И вот так у нас z1 выражается. З1 это коэффициент при единице на епсилон, да? Конечно, это есть во всех петлях есть члены единицы на епсилон с номерателем, да? Во всех членах есть расходимость 1 порядка по епсилон, при епсилон стремящих к нулю. Но начинается с одной петли, с одной петли и, конечно, в одной петле вот это вот, в этой 0 получается, когда мы вычисляем однопетлевые расходимости. Еще раз повторяю, вот это вот само zg. Как выражается у нас... Что такое zg? Мы говорили, скажем, его можно вычислять по-разному, я еще раз повторяю. И вот давайте посмотрим здесь. Есть вершина глюон-дух-дух. Есть такая вершина глюон-дух-дух, да? Теперь, что мы имеем в этой вершине? В этой вершине у нас входится одна глюонная линия и две духовых линии, да? Тогда вот глионный пропагатор, мы говорим, глионный пропагатор, это есть Z3, полный глионный пропагатор, есть Z3, константы перенормировки, на перенормированный глионный пропагатор. Значит, будем смотреть на вершину, в которой сходится полный глионный пропагатор, полные пропагаторы, духовые, и вершина сама еще должна перенормироваться. Поэтому в вершине у нас встречается Z3 в одной второй, почему в одной второй, потому что одна, корень из Z3 пошел на эту вершину, глионный пропагатор соединяет две вершины, корень пошел на одну, корень на другую, поэтому вот один корень. Потом Z2 с волной, это константы перенормировки духового пропагатора, и Z1 с волной минус первой, это константы перенормировки вершины, глионный пропагатор, непереводимые вершины, глионный пропагатор. И вот встречается здесь G0, да, встречается. Умножается, здесь в вершине стояло G0, потом вот эти вот константы и перенормированные уже пропагаторы. Все. Поэтому вот эту вот величину, ну, в мюф степени, еще и в мюф степени минус эпсуума. В мюф степени минус эпсуума. Из-за чего? Потому что у нас интегрирование было по... Если мы хотим разложение делать по безразмерной константе, то тогда мы должны умножить на мюф степени минус эпсуума, потому что интегрирование у нас содержалось... интегрирование у нас было по D 4 минус 2 эпсуума, да, 4 минус 2 эпсуума. Пардон. Да. Интегрирование было по 4 минус 2 эпсуума, и поэтому умножалось на G0. Был констант даже 0 в квадрате, значит, на D 4 минус 2 эпсуума. Вот, если было интегрирование без эпсуума в 4-мерном пространстве времени проводилось бы, то у нас было бы... Этот интеграл был бы безразмерным. А теперь он разметный, и для того, чтобы размер наступить, мы должны считать же 0 константы связи, значит, разметной, и говорить, перед тем, сказать, что вот это G0 на плюс степени минус эпсуума, на вот эту величину, обозвать его все вместе G константы. И таким образом у нас вычисляется вот это вот ZG. Что такое ZG? ZG у нас получилось равным Z3 в одной второй. Ну, опять нужно переписывать. Вот что у нас ZG. Вот что такое ZG. Так можно выразить ZG. ZG? А, ZG минус 1, правда. ZG минус... Это вот есть ZG минус 1. Вот оно, ZG минус 1. Это способ вычисления его. Ну, это мы уже и на прошлой лекции обсуждали. Вот такой способ вычисления ZG через такую глюонбуховую вершину. Можно по-другому вычислять, получим другое выражение, но они должны совпадать в силу калибровочных вариантов. Но это вот способ вычисления. И эти константы, для того чтобы вычислить, нам нужно только первый член ZG. Это значит, что нам нужно... Одно петлевой член ZG нам нужен. Это значит, что нам нужно одно петлевые члены во всех этих константах вычислить в одной петле. И вот эта одна петля и определяет вот это вот B до 0. Конечно, все это уже и утропряжение вычисляется. Ну вот, значит, и мы видим вот то явление синтетической свободы, оно здесь явно видно. Если у нас μ теперь более без конечностей, то у нас константы связи делается все меньше эффективной константы. У нас была какая-то АПС от миноль. А если мы μ увеличиваем по сравнению с μ 0, то у нас константа связи уменьшается. Константы связи уменьшаются. АПС. Часто это и есть асиминатическая свобода. В отличие от вклада электродина. Часто используется еще не это выражение для αС. А вводится... Вот смотрите. Вот у нас вводится так называемое положение инфракрасного полюса. У нас инфракрасного полюса. Ну, конечно, уменьшение константы при росте, при увеличении масштаба перенадбировки означает ее, конечно, вернее, уменьшение. Асиминатическая свобода означает, конечно, увеличение константы, когда мы μ более вниз, в инфракрасе. Ежедневно более вверх, то есть в ультрафиолет, то константа падает. Ежедневно более вниз, то она уменьшается, потому что алгоритм меняет знак, он становится отрицательным. И мы видим, что она обращается к бесконечности где-то, да, вот константы. Электронстанта обращается к бесконечности. Это вот перевернутая ситуация по сравнению с квантовой электродинамикой. В квантовой электродинамике полюс Ландау был при больших импульсах, при больших импульсах был полюс Ландау. А здесь у нас при малых импульсах, наоборот, появляется полюс в константе связи. Он не в ультрафиолете лежит, а в инфракрасе лежит. Ну, и если мы скажем, что вот при этом у нас есть полюс в константе связи, тогда положение этого полюса обзовем Ланда, ПСД, то тогда мы получим, что вот логарифм Ланда, ПСД в константе связи, в положении полюса, это тогда интеграл вот стоит, альфа от нюль в квадрате, интеграл от бесконечности. Ну, и теперь мы получим интеграл, неизменный знак, получим единицей на альфа от нюль в квадрате, на бесконечности. Вот такой интеграл. Логарифм Ланда на лянду с нюль в квадрате, это 4,0, на интеграл от альфа от нюль в квадрате бесконечности, на х в квадрате, но это естественно, это равно единица на альфа от нюль в квадрате, или альфа от нюль в квадрате, альфа от нюль в квадрате, выражение, которое часто используется, это есть, ну его и отсюда можно получить, конечно, ну так вот, я пишу альфа из нюль в квадрате, это 4,0, на логарифм, нюль в квадрате, делить на альфа от нюль в квадрате. Вот, есть выражение для константной связи, выражение для константной связи через лянду с нюль в квадрате. Мой вопрос, а чему равно лямбеки в квадрате? А чему равно лямбеки в квадрате? А это вопрос... Это вопрос экспериментальный, вы понимаете? Ну то есть не наследие? Чего ли лямбеки в квадрате никак не извлечь, да? Ну то есть неизвестно? Почему? Известно, но оно, так сказать, меняется со временем лямбеки в квадрате, да? Вот нежели вы возьмете учебник Волошина и Термон Терасян, и посмотрите, какой там лямбеки в квадрате пропагандируется, то там лямбеки в квадрате, говорится, ну там 50 бэф, очень маленькая. Были такие надежды, что лямбеки в квадрате очень маленькая. А что значит лямбеки в квадрате очень маленькая? Что можно в теории возмущений пользоваться в широкой, ну даже в районе ГЭВа, тогда... Лямбеки в квадрате очень маленькая, чем меньше лямбеки, тем ниже мы можем идти использовать теорию возмущений при более низких энергиях, да? Ну вот были такие надежды, но сейчас лямбеки в квадрате где-то 300 мэф, в районе 300 мэф. Понимаете, ее же можно по-разному. Как извлекается эта лямбеки в квадрате? Ну вот, используются вот такие вот, такого типа формулы. Правда, не в одной петле, а в двух петлях. Конечно, это выражение записано в однопетлевом приближении. Оно меняется при двухпетле он приближении, там, при трехпетле он тоже меняется. Поэтому их можно вот записать. И, в принципе, если мы будем их сперенятно обрабатывать вот по такой форме или по двухпетлевой форме... Лямбеки в квадрате у нас разное получится, да? Ну да. Но... Ну... Лямбеки в квадрате зависит от приближения которого, теоретического приближения, которое мы используем, и зависит еще и от процесса, который... Как мы можем делать, описывать с помощью вот формулы возмущения, формулы по теории возмущения в квадрате кромодинамики, мы можем описывать разные процессы. Можем, скажем, извлекать из процесса... там... Е плюс-инус анегиляции в адроны, да? Можем использовать из величины R. Из поправок PL можно извлекать лямбеки в СЗИ. А может, например, извлекать из... Из характеристик кваркониев, да? Тяжелых кваркониев, да? Можем, например, из ширин распада... И, конечно, это у нас, вообще говоря, будут разные лямбеки в СЗИ. Ну... Хорошо, если они будут согласовываться с точностью до экспериментальных ошибок, да? Они, в принципе, должны согласовываться, но... Ну... И... Ну, это не значит, что они точно должны совпадать. Ну, вот и я говорю, что сейчас... Так... Где-то в районе трёхсот метров данных в СЗИ. Ну, вот. Это вот... Значит, что касается... Эго-синтатической свободы... Ээээ... Эээ... И вот... Может быть... Сейчас... Поскольку я уже упомянул, что вот можно извлекать... Эээ... Эээ... Вот эту вот... Эээ... 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 они, конечно, ну, никак, их, они как, ну, хоть они связаны с состоянием, да, но они никак не описываются, не могут быть описаны по теории, им не могут быть описаны по аналогии с состояниями, скажем, позитрония. Мы знаем, что в планах электронки мы состояние позитрона, то есть связанное состояние электрона и позитрона можем описать спокойно, хорошо, с хорошей точностью, можем описать. Почему это мы можем сделать? Потому что там мы можем, потому что это состояние нерелятивистские, в них электроны, позитроны нерелятивисты. Скорость, их скорость, относительная скорость электронной к электронной, в позитронии какая? Относительная скорость? Вариант к личной, какая скорость? Скорость, скорость. Я говорю, позитроний это не религийский объект. Альфа, альфа, конечно. Ну, c у нас единица, скорость, скорость альфа, скорость маленькая. И вот благодаря малой скорости мы можем описать их. Мы можем пользоваться, использовать потенциальное описание. Потенциальное описание. Вот. Ну, конечно, для обычных мизонов, скажем, для пимизонов, для робизонов, ни о каком потенциальном описании речи не может быть. Ну, это видно из того, что там, значит, ну, ясно, что кварки, у них же масса кварков, мы считаем, она, что там, мебны, несколько меб, а, значит, энергия связи там. Ну, то есть, ни о каком нерелитилизме, если масса Роми-Зона там 700 меб, ну, какой может быть нерелитилизм для кварков? Ни о каком нерелитилизме и речи не может быть, поэтому потенциальная теория неприменима, и, значит, все это лежит вне рамок теории возмущений. А, ну, ситуация, можно надеяться, что ситуация лучше гораздо для тяжелых кварков, для тяжелых кварков. А какие у нас есть тяжелые кварки? Тяжелые кварки это С-кварки и Б-кварки, да? То есть, ну, вот уже для, можно надеяться, что уже для очарованных кварков можно как-то что-то получить из, применяя вот такое нерелитилизмское написание потенциальной какой-то модели. Ну, и простейшая, значит, совсем уж наивная потенциальная модель это то, что у нас есть просто взаимодействие кулотовского типа, так же, как в электрогенаре. Это совершенно простейшая модель, да? Простейшая модель. То есть, ты говоришь, что у, вот, это есть, чему равно у у, альфа, 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 альфа. Альфа, 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 а Во-вторых, четыре пи, но это еще не все, альфа-с на четыре пи квадраметра, альфа-с, альфа-с на р, а где четыре пито. Значит, это у нас е квадрат делить. Нет, неправильно. Минус альфа-с, 9 на р, и все. Зачем нам четыре пи? Не надо четыре пи. Правильно я понимаю? Правильно я понимаю, потому что это... Хотя альфа-с это е квадрат на четыре пи, но мы привыкли, что е квадрат на р, потенциал энергии взаимодействия, но это в обычной системе единицы. А мы работаем с хейсайдовой, поэтому значит альфа-с на р, альфа-с на р, да? Альфа-с на р, но это неправильное выражение. Это неправильное выражение. Почему неправильное? Потому что здесь мы не учли цвет. Не учли цвет. Не учли цвет. Не учли цвет. А как же его учесть цвет? Как вы помните, потенциальную энергию взаимодействия можно получить из диаграмм Фейнмана, да? Написать... Что написать? Написать... Написать матричный элемент... Нарисовать диаграмму для амплитуды рассеяния. Потом написать по этой диаграмме матричный элемент, написать матричный элемент или амплитуду рассеяния. И сравнить ее с нейритийской амплитудой. Нейритийская амплитуда есть... Что такое нейритийская амплитуда? Это фурье образ от потенциальной энергии взаимодействия. И таким образом мы получали, скажем, вот написали... Получали вот такую потенциальную энергию взаимодействия. И даже более того мы получали из этих диаграмм поправки. Велитийские поправки, да? То есть мы... Поправки, так, спино-мпитальное взаимодействие мы получали отсюда и спино-спиновое взаимодействие. Мы получали... Гометариан Брейта, который включает не только нейритийскую часть, это полностью нейритийская часть. Но эта диаграмма, она, значит, знает и о реалитийских поправках, естественно. И мы получали все реалитийские поправки. Гометариан Брейта получали из этой диаграммы. Ну, я не хочу на нем сейчас останавливаться. Хочу только сказать, вопрос о цвете нам важен. Теперь, как же мы должны рассмотреть все-таки взаимодействие, которое у нас существует между кварком и антикварком, которое находится в бесцветном состоянии. Как вот уже мы обсуждали с подачей Александра Алексеевича, да? Что в мизоне кварка антикварк находится в бесцветном состоянии, да? А значит, волновая функция... Какая волновая функция? По цвету волновая функция кварка антикварка. Ежели, ну, скажем, один индекс альфа, а другой бета, да? То волновая функция дельта, договорили, вот она волновая функция, да? Цветовая волновая функция дельта альфа бета, да? Цветовая волновая функция. Ну, правда, еще ее нормировать надо на единицу, да? Такая, чтобы смертка по альфа бета была равна... Ну, квадрат волновой функции должен быть равен единице. И что это такое? Тогда корень из nc. Вот такая волновая функция, правильно? Я же ее теперь возьму в квадрат и просунирую по альфа бета, то это будет как раз единице. Вот такая волновая функция. Здесь, здесь, ну и здесь тоже такая волновая функция. Здесь и здесь. И вот делем... А здесь у нас, когда мы вычисляем матричный элемент процесса, здесь что у нас стоит? Та, вот здесь стоит. Если индекс световой вот этого в глюонном пропагаторе стоит здесь а, а здесь б, то в этой решении стоит световая матрица Та, в этой решении световая матрица Тб, да? И сверка стоит Аб, то есть стоит Та. Ну я напишу так, Та, бета, 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 альфа штрих, ну или, не знаю, бета бета штрих, бета бета штрих. А здесь Са. Здесь стоит Та. Здесь индекс А, здесь тоже индекс А. Та, значит стоит альфа, альфа штрих. И у меня бета, а здесь бета штрих, альфа штрих. И сверка еще с дельта, с дельта альфа штрих, бета штрих, бета штрих, альфа штрих, с дельт на корень из НС, да? И что это у меня получается? Ну, что это у меня получается? Та на Та. Что такое та на Та? Это, здесь у меня, вот, бета, бета штрих. Это, на самом деле, я беру, это есть трейс. А что больше? Что может получиться? Та на Та. И делить на НС. Правильно? А это что это такое? Та на Та. Что это такое? Это оператор Казинира, да? В фундаментальном представлении. Чему равно значение оператора Казинира фундаментального представления? ЦФ называется, да? ЦФ. Да, вот трейса еще идет. ЦФ на единичную матрицу у меня стоит. Трейс на единичную матрицу НСНС сокращается. Значит, все это получается ЦФ. Вот что получается. Значит, здесь стоит минус. ЦФ, который есть. Вот от света идет. Между прочим, если бы вы посмотрели те взаимодействия хварка и антихварка не в бесцветном состоянии, а в актентном состоянии, да? В актентном состоянии, подсветном актентном состоянии, то мы получили бы вовсе не ЦФ. А что бы вы получили? А? Вы получили бы минус единица. Вот ЦФ. ЦФ — это есть НС квадрат минус единица длина на 2НС. Правильно? Вот что такое. Или для квадрат кроводинамики это есть что такое? Это есть 8 4 3. Ну, конечно, не Бог есть что, да? И сильно отличается от единицы. Но тем не менее, это все-таки, это, конечно, надо учитывать, да? Но я начал говорить, а тоже интересный вопрос. А что получится, если у нас квадрат и антихварка будут в актентном состоянии подсвета? Ну, вот легко проверить. Опять же так же, взяв волновую функцию, актентную волновую функцию, да? Для любого актентного волновую функцию. Ну, конечно, в актенте у нас есть есть силоветное состояние одно, а актентных состояний много, да? Но для любого из этих актентных состояний актентных состояний 8, естественно, поскольку это актент. Для любого из этих состояний у нас в данных взаимодействии будет вот вместо коэффициента вот этого cf будет стоять минус единица на 2c. То есть будет не притяжение между квакуумами, квакуумами и антихварками, а отталкивание. В актентном состоянии квак с антихваркум оказывается отталкиваются. Вот это вы должны знать. Ну, я думаю, что вы на семинаре это выясните. Ну, вот. Вот такое стоит у. Ну, конечно, это совершенно, так сказать, грубое, примитивное приближение. Примитивное приближение, конечно. Ну, конечно, мы можем вычислить поправки спинно-орбитальной взаимодействии, спинно-спинной взаимодействии, можем вычислить точно так же, как они вычислялись в электронаре. Отличий-то никакого нет. Свет мы выделили, да? А дальше всё уже то же самое, что в квантовоэлектронаре. Но, оказывается, что не этот член, не эти члены, вот, спинно-орбитальные, спинно-спиновые там. Это речвистки уже поправки, речвистки поправки. И не они самые главные, на самом деле, в описании в Арбольде. Что оказывается... Ну а почему? Ну и так ясно, что не они самые главные. Они-то никак не обеспечат невылетание, правильно? Эти, значит, члены, которые там спинно-орбитальные взаимодействия, там спинно-спиновые. А у нас квантовоэлектроны не должны вылетать, да? Есть невылетание. Ну, во всяком случае, считается, что квантовая хромодинамика обеспечивает невылетание. Как она обеспечивает, это еще большой вопрос. Но, вот так вот. Считается, что обеспечивает невылетание. Ну и как-то модели, которые мы строим на основе квантовой хромодинамики, это должно как-то тоже учитываться. Поэтому мы должны сюда добавить член, который обеспечивает невылетание. Как? Ну, можно по-разному добавлять. Можно сказать, что взяли добавление асцелиторного потенциала. Обеспечивает невылетание. Обеспечивает. А можно... Ну, обычно добавляем галлиоз, G, наверное. Вот он тоже обеспечивает линейно-растущий потенциал. Линейно-растущий потенциал. Вот то, что он обеспечивает невылетание. Ну, а дальше, я говорю, здесь можно написать еще те члены, которые входят в логранжан. Ну, комитериант Брейта, я буду их выписывать. Можете их... Можете... Можете... Да? А Женя, это вот та самая, которая из Альфа? О, нет, 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 это совсем другая. Совсем другая. Ганна пишет. Ну, Ганна тоже будет. Нормальная? Совсем другая. Во-первых, это размерная константность, сами понимаете. Размерная константность. И эта лечина? Лечина? Вот примерно... Вот это... Примерно равно, там, 0, 25, да? Какая у нее размерность-то? А? Ну-ка... 1 вл. А? В массы? Гр в квадрате. Гр в квадрате. Гр в квадрате. Ну, потому что это же размерность энергии должна быть, да? Да. Гр в квадрате. То есть масса. А это единица на массы. Гр в квадрате. Вот такая, примерно, так считается. Такой потенциал. Ну, я помню, есть реликтористские поправки. Причем, реликтористские поправки, вот если бы... Скажу сразу. Вот мы вычисляли, значит, потенциал гамильтериан Брейта, который содержит эти реликтористские поправки, да? Но гамильтериан Брейта мы могли вычислять для... Понятно, что этот гамильтериан Брейта зависит от того, что у нас является носителем взаимодействия. Носителем взаимодействия. От спина носителя взаимодействия. Если бы, скажем, мы рассматривали не обмен фотоном здесь, а обмен... Ну, даже... А обмен частицами, ну пусть с нулевой массой, но скаляркой частицей здесь, да? Скаляркой частицей здесь. То есть здесь было бы не гамма-мю в вершине, а стояло бы, скажем, там просто единица вместо гамма-мю, да? И здесь единица. То, конечно, мы получили бы другой гамильтериан, другое... Другое спин-спиновое, спин-орбитальное взаимодействие делает и другой вид, да? Ну и, в общем, оказывается, что для того, чтобы описать с помощью потенциальной модели все, что нам известно о тяжелых кварпониях... А известно-то многое. Ну, что известно? Известен спектр в кварпонии, да? Спектр... И моды распада известных. Ну, конечно, и всех, но многое известно о модах распада и о спектре. И чтобы все это описать, оказывается, нужно предположить... Ну, как-то тяжело описать все именно образом. И поэтому вводится как... Не только обмен векторным дизоном. Вводится в гамильтериан Брейта. Ну, и вот спины спин-спинового взаимодействия и спин-орбитального. Они их конструируются таким образом, что... Как будто бы есть не только обмен векторным дизоном. Векторные частицы из Т-каналии. А и обмен скалярным тоже. Ну, это все относится, скорее, к трудностям потенциальной модели. Нам это... А нам... Нам бы разобраться с простейшими, значит, величинами, которые получаются... Ну, как-то в грубом приближении, что может давать потенциальные модели этих. Но уже и в грубом приближении... Вот здесь я написал альфа-эс. А какое альфа-эс-то писать? В какой точке альфа-эс писать? Альфа-эс-то мы... Вот у нас написали. Альфа-эс зависит от мю. Да? А здесь оно зависит от Т-р. Да. Вот здесь альфа-эс зависит от Т-р. Но опять же... Опять же... Если просто возьмем... Напишем альфа-эс наивно, зависящий от Т-р... А как зависит от Т-р? Вот так вот вместо мю подставим единицы наверх. Так? Наивно, да? Ну и что мы получим? Ну, конечно, получим опять безобразие, потому что у нас альфа-эс обратится... Мы же на инфракрасный полюс наткнемся, да? Альфа-эс обратится в бесконечность. То есть альфа-эс... Ну, я не знаю... Можно как-то... Ну, по-разному управлять это поведение, но... Самый примитивный образ... Самый примитивный способ... Брать альфа-эс в той точке, которая... На каком-то L-эффективное. Где L-эффективное... Что такое L-эффективное? Это... Эффективный радиус... Воровский радиус. Альфа-эс брать на Воровском радиусе, да? А Воровский радиус... А какой Воровский радиус для кварк-антиквардной пары будет? В Воровский радиус... Помните, что это такое? А? R-эффективное, я напишу. R-эффективное. Чему равно? А? А? А в квадрате у нас не бьется. А в квадрате у нас не бьется. На L, да? Ну, надо брать не L, а в L пополам, да? И L, где M это масса кланка. И на... Альфа-эс, да? Альфа-эс, вот, епица на иерфективное. Квадрате. Если мы пишем... Вот так. Ну, это, конечно, есть уравнение на иерфективное. Ну, его можно решить, конечно, графически во всяком случае, если там численно решить. Вот так. Ну, я бы... Ну, вот, берем такое выражение на L-фа-эс. И заменяем его... U заменяем на единица на F. Вот так вычиняется L эффективное. Здесь берется... Альфа-эс пишется от N эффективное. И L эффективное вычиняется вот по такой формуле. М, это масса кварка. Опять же, какую массу кварка взять? Ну, это тоже вопрос. Какую массу кварка взять? Ну, можно сделать так. Подгонять массу кварка. Взять массу кварку как свободный параметр и подгонять в этой модели. Играть с этой массой кварка. Ну, и что же мы получим? Что мы должны описать? Что мы должны понять для тяжелых кварков? Ну, еще раз говорю, что мы должны описать, значит, спектр кваркониев, спектр кваркониев. Ну, а спектр здесь же... Надо, в первую очередь, проклансифицировать эти самые кваркони. А, да. Еще, может быть, сразу я скажу. Вот о чем. Значит, у нас есть... Какие кварконии у нас есть? Есть C с чертой кварконией. Они называются состояниями со скрытым шармом. И есть B с чертой кварконией. Состояние со скрытой племестью. Значит, ну, вот, если бы у нас T кварк был бы немножко полегче, то были бы состояния и T с чертой кварк. Такие состояния, да? Ну, к сожалению, их нет. Конечно, если бы масса T кварка была бы, скажем, ну, я не знаю... Вот эта вот масса... Эта масса полтора гева. Эта масса пять гев. А, конечно, если бы T кварк был 50 гев, то вообще было бы замечательно. Но, к сожалению, он не 50, а сколько там? 107. 107 есть. И плохо таки. Почему таки плохо? Потому что он быстро распадается. Его распад, на самом деле, не слабый распад, а полуслабый. Потому что он распадается... Он открытым способом может распадаться в T. В T кварк. Распадаться, может, W и B. Да? Такой есть распад. Да? Поскольку масса там из 170, а здесь всего там... Ну, и поэтому его ширина... Ширина... Время жизни очень мало. Да? Простые оценки показывают, что время жизни этого T кварка Гораздо меньше... Вот, если бы мы взяли массу T кварка и воспользовались вот этим... Потенциальной энергией, потенциальной энергией взаимодействия И вычислили... Ну, даже просто как это отбросили... Вычислили бы в нижнее состояние... T, G, T... И вычислили бы время... Ну, а как уже? Что такое время? Т... Это... Единственная энергию связанного состояния, да? Т, G, T... Это, грубо говоря... Оцелили бы время обращения кварков... Ну, или время... Т... За которое... Формируется... Состояние кварков-антекватного пара... И оказывается, что это время... Много больше... Много... Время формирования много больше... Чем... Время... Жизни... Т... Кварков... И поэтому связанные состояния не могут сформироваться... Такие сверхосетали... Т, G, T... А также связанные состояния Т-кварков с легкими кварками... Они не успевают сформироваться... Во время жизни Т-кварков... Таких состоянией нет, просто... Таких состоянией нет... Вот есть вот такие... Кваркони... Дальше... Ну, вот... К этому... К этому... К этому... Вроде бы должно быть лучше применимо... У них масса больше... Поэтому, такое описание... Потенциальное описание должно быть лучше применимо... Но, тем не менее, для них уже не возмущенческий вклад, он уже для основного состояния замерзен. А для возмущенных состояния он просто доминирует. Но для оценок все-таки можно пользоваться простой потенциальной моделью. И что тогда мы получим? Ну, во-первых, надо провести классификацию вот этих кварконов. Классификацию как? Так, у нас есть, с одной стороны, мы говорим, что состояние характеризуется квантовыми числами какими? Какими? G, P, C. Такие квантовые числа. А с другой стороны, мы можем, если у нас есть нефтирское описание, то мы можем говорить, что у нас есть другая классификация. Говорим, что вот у нас есть спин, полный спин, кваркантикварковой пары, орбитальный момент этой пары, значит, и полный момент. И в этой классификации какие используются одно значения? Пишется L. Здесь, как вы помните, здесь что пишется? 2S плюс 1. Здесь правильно пишется. Здесь пишется Y. Ну, и еще пишется здесь. Пишется радиальное квантовое число. Радиальное квантовое число. Иногда пишется, иногда не пишется. Так. Ну, вот, и что же мы... Конечно, эти числа связаны с тобой. Вот, скажем, вы знаете, что P, четкость, это есть минус единица в степени, что? L плюс 1, а С, четкость, минус единица в степени L плюс S. Вот, значит, эти числа связаны между собой. И что же мы можем сказать об этих аквакониях? Ясно, что есть, ага, низшее состояние, низшее состояние, это, конечно, состояние с L равно нулю и S равно нулю, да? И это состояние, которое, я напишу, состояние 0, да? 0, минус, плюс, да? Это аналог каких состояний? Для легких фактов. Какие состояний такие? Пемизон и амольдер. Почему уж амольдер? Амольдер забрались куда-то высоко. Пемизон. А? Пемизон. Пемизон. Ну, правда, пемизон, ну, лучше говорить не пемизон, поскольку пемизон, значит, эстопический триплет, да, пемизон. А здесь у нас никакой изотопики нет, у нас есть инглентное состояние, да? Поэтому лучше говорить не пемизоны, а этими зонами, да, этими зонами. И буквы для них используются, состояние эти, либо это С, либо это Б, такие буквы используются, да? Для них, для этих состояний. Вот они самые низкие состояния, есть вот такие состояния, потом есть состояние, Какие состояния? Какие? Следующее состояние. Есть один, да? Один минус минус, что это за состояние? Ну, я, значит, говорю, что это состояние, значит, ноль минус, минус плюс, это по этой классификации. Это состояние, значит, ноль, ноль, один. Вот такие. Л равно нулю, по спину это, вот я здесь пишу, ж, б, ц, ж, б, ц, а здесь пишу, л, два, с плюс один, два, с плюс один и ж, да? Вот здесь, так. Это, соответственно, один минус, это что такое? Это есть три, ноль и один. Значит, ж равна единице, а поскольку раз изменилось на единицу, то изменилось, то изменилось, то изменилось, вот эти состояния, да, эти состояния, это что за состояние? Ро-мегафи, да? Правильно. Ну, ро, конечно, однажды триплет, а это, скорее, фи-состояние, да? Аналог состояний, это векторный везон, векторный везон, но они называются, значит, вот эти состояния называются, вот эти состояния, это, я так пишу, это куб. Это С, или это Б, они называются. А эти состояния как называются? Эти состояния как называются? Для С-кладков как они называются? Чип-си называется. Чип-си. Почему двойное название? Потому что одновременно было открыто это, это низшее состояние, было открыто в двух экспериментах, на электронноэзитронных пучках в Стэнфорде и на огромном ускорителе Буркхэмине, в распадах на ми-плюс-ми-минус-пару. А для Б-Антибекватка это называется ипсилон, да? Как называется? Ипсилон такая буква здесь. Ипсилон, состояние ипсилон, да? Следующее состояние, следующее состояние, есть состояние с... 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 Какое же состояние? Состояние... Состояние... Значит, у нас есть... Ну, понятно, что теперь у нас уже состояние сэй не равное нулю пошли, да? Это состояние, это и это, это состояние сэй равное нулю, да? Это равное нулю. Дальше пошли в состояние сэй не равное нулю. И это состояние... Есть состояние, которое обзывается буквой... H... Это состояние с... Такие... Единица... Единица... И что здесь стоит? Единица. Это спин равен нулю, да? Орбитальный момент единица. Ну и полный момент тоже единица, да? С... И... Какие уже квантные числа? У... У... Это есть квантные числа здесь единица, это жры АП и С, какое? Единица плюс... П... Да, единица плюс, и здесь плюс, L плюс С, нет, плюс-минус, один плюс-минус, вот состояние. Какой они... Какой буквой обзывается из состояния? Вот и... Такой буквой... H называется... По-моему, H называет... Обзывается... Такой буквой H обзывается... Да... Мы еще поговорим немножко об этих состояниях... Ну, H... HC или HB... HC или HB... Называется... HC... HB... HB... Называется... Это состояние... А... Есть еще состояния... Состояния... Такие... Здесь стоит троечка... А здесь стоит единица... А здесь что-то дороже быть? Ноль... Потом здесь будет три... Один... Один... Три... Один... Два... Вот... Серия состояний... Это значит... Ну, у них... Они... Все... Все эти состояния... Ну, это значит... Это есть... Ноль... У них... Вот эти квантные числа... Одинаковые... И... Значит... Какие у них... Значит... Это равно... Единица... Плюс... Да? Ага... А здесь... Плюс-плюс... Да? А здесь... Один... Плюс-плюс... Эти квантные числа те же самые... И здесь стоит... Два... Плюс-плюс... Два... Плюс-плюс... Вот такие квантные числа... Да? Ну, есть... Конечно... Состояние... Которое отличается еще и... Радиальным квантным числом... Да? Радиальным квантным числом... Радиальным квантным числом... То есть... Есть целый спектр состояний... Вы можете... Открыть... И посмотреть... Эти... Эти... Прямо... И посмотреть... Эти... Состояния... Масса этих состояний... Ширита этих состояний... Эээ... Об НР... То неправильно... Правильно... Обводить... Как говорится... Обводить... Полное квантное число... Как в атоме... Водолода... Особого смысла не имеет... Почему? Ну... Потому что... Здесь... ЭННКЕ... Там... Там же было вырождение... Да? А здесь такого вырождения нет... Поэтому... Обычно используется буквой НР... А НР начинается с нуля... Ну... Или с единиц... Как хотите... Я не знаю... Как хотите... Но... Это независимо от квантного числа... От ЭЛЯ... Радиальный квант... От ЭЛЯ не зависит... Ну вот... Значит... Теперь... Что мы должны... Эээ... Обсудить... Да... Обсудили бы... Ну... Вкратце... Во всяком случае... Можно обсудить... Где можно... Как можно наблюдать это состояние... Скажем... В... Е плюс Е минус... На Е плюс Е минус пучках... Как можно наблюдать эти состояния... Какое... Какое... Какие состояния... Проще всего наблюдать... Какие состояния... Проще всего наблюдать... Есть... Один минус минус... А? Один минус минус... А? Один минус минус... Да... Это квантное число фотона... Поэтому... Эти состояния... Проявляются... как резонансы в прямом канале как резонансы в прямом канале и это очень узкие резонансы в общем, наблюдать их и, конечно, они исследовались и ящики исследовались более того какие где были сделаны проделаны самые точные измерения масс в институте ядерной физики а? на вашу старую палатку кто за них старую палатку? там первый вариант переделать палатку ну не можно тут везде оберегить вы понимаете? да ну ладно и наиболее точные измерения благодаря тому, что здесь был ну давным-давно развит способ метод калибровки пучков энергии измерения энергии пучков не зря это значит конечно светимость установок на установок в нашем институте она такая хромает но зато метод калибровки энергии такой использован да ну вот конечно эти состояния наблюдаются в прямом канале теперь что касается вот этих состояния где они могут наблюдаться? двухфотонные рождения да конечно еще где они могут наблюдаться как вот если мы здесь посмотрим вот здесь есть низшее состояние дальше есть значит состояние уже радиальное возбуждение потом здесь дальше пошел свет в целом а это состояние эти состояния они ниже по энергии вот есть это основное состояние потом уже радиальное возбуждение и как можно их наблюдать? они можно наблюдать еще и по радиационным переходам да вот это состояние может сюда взваливаться с излучением фотона какой переход? магнитный дипольный переход можно его вероятность посчитать в этой самой потенциальной модели и сравнить с экспериментом ну и ясно что можно по энергии фотона измерять разницу масс этих состояний так и отсюда может сваливаться сюда и сюда вот есть такие способы наблюдения а это состояние где можно наблюдать? где можно наблюдать? вот с этим состоянием плохо трудно его наблюдать в двухфотонных распадах вернее в двухфотонное рождение этого состояния невозможно почему? по С-четности возможно однопотонное конечно невозможно был по П-четности и двухфотонное по С-четности то есть трудно наблюдать а это состояние где можно наблюдать? Ну, опять же, в двухфотонных реакциях можно наблюдать, в двухфотонном рождении, поскольку цельчетность позволяет. В однофотонном, конечно, нельзя, в двухфотонном можно. Ну, правда, какое из этих состояний хуже всего наблюдать в двухфотонном рождении? Ну-ка, скажите. Вот это состояние. Плохо наблюдать в двухфотонном рождении. Почему? Потому что, когда мы говорим о двухфотонном рождении, мы имеем в виду вот такой механизм рождения. Такой механизм рождения. Как вы знаете, в этом механизме рождения основной вклад идет от какой кинематики? От колениалной кинематики. Когда вот эти фотоны, они почти на массовой поверхности. Почти на массовой поверхности. Ну, и вообще, вот в главном приближении сечение дается получше метода эквивалентных фотонов. То есть сечение, это есть некий поток вот этих эквивалентных фотонов на сечение гамма-гамма. Вот, на сечение рождения в процессе гамма-гамма совплоения. Но вот этот гамма-гамма, эта частица не может рождаться. Почему? Потому что есть теорема... Чья теорема? Ландау. Ландау. Янга, по-моему. Который говорит, что два фотона не могут иметь, с тем не единица. В полный момент иметь, но потом не могут иметь полный момент иметь, с тем не единицей. Виртуальные могут, да, виртуальные могут. Но реальные фотоны не могут. То есть он может рождаться. Но его рождение подавлено, по крайней мере, одной степенью богорифма ЕКР. Вот так. Ну ладно. Значит, поговорили про механизм рождения. А про механизм распада разговор подольше, поэтому отложим его на следующий раз. Хорошо? Согласен? Да уж, конечно, можно. Это же может хорбеть. Да. Вот так. Так. Вот так. Тогда электронница не будет большая. Эсццена. А, ну, это надо иметь классный размер... Это же, ну как, если вы говорите... Ну вы понимаете, это же... В каком состоянии онегидирует электрон? Ну, этот механизм, конечно, он вообще даст, ну очень мало даст, ну очень мало. Нет, если мы прям будем стоять на работе, по энергии... Да. Да, конечно, мало. Конечно, да. Конечно, мало. Ну, это можно посчитать, конечно, но, понимаете, уже то, что есть петля, это уже означает малость какую-то. Да? Ну вот, я боюсь, что... Значит... Боюсь, что... Так... Боюсь, так бы он не был вообще подавлен. По каким-то... По спиральности. Да-да, именно по спиральности. Я сейчас не соображу, но надо посмотреть. Ну, в любом случае, он мало даёт. А можно ещё? В любом случае, он, наверное, мало даёт. Вы говорили о радиационных переходах, да? Да. Можно посчитать, исходя из специальной модели, но там у нас есть... Дело в том, что, помните, магнитный гипольный переход, да? Вот, да. Вероятность магнитного гипольного перехода, она там содержит... ну, я не знаю. Помните, как в кубе там? Да. Четыре стрельки какие-то. У... 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 Ф... И... Это матрица элемента... Магнитного... Нет, это дипольный... Дипольный магнитный переход. Да. Дипольный это магнитного поднятия. Я вам просто... И интеграл перекрытия от радиальной функции, да? Да. Интеграл перекрытия от радиальной функции. Вот, вот это вот... Такая... Этот матрица элемента, он определяется просто... Такими... Арбитальными истинно-волновыми функциями. Вот только вот этот матрица элемента... То есть он, на самом деле, не зависит от модели. Модель-то только взаимодействие... Вот... Моэль, да? Вот этот вот интеграл определяется радиальной волновой функцией. И он зависит от потенциальной модели. Да? А что? Вы хотите? Слушайте, а волновые функции разве не будут зависеть от модели? Это же... Здесь ходят только спидовые и арбитальные. А они как? Они, конечно, не зависят. Модель-то... Понятно, да. Так... Вот. То есть это, как бы... Ну, потенциальное описание... Вот здесь у вас есть неизвестная... Да. В этом семинаре... Ну, можно же только по аналогии склад электродинамики рассматривать и написать маточный элемент? Да, не по аналогии склад электродинамики, склады механики, а что такое? Нет. Мы же можем написать маточный элемент... Да, можно. Да. Там, возьмите, тоже неизвестная величина и переходы по фактор. То есть получается там же неизвестная величина? Ну и нет. То есть это просто некая альтернатива, да? Да. Я не знаю, что это... Ну, вам есть способ ли писать? Я... Я... Я начинаю говорить. Это что я... Я... Я...